4 апреля на базе многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса Аштен города Майкоп открылись всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, которые являются отборочным этапом первенства Европы. Адыгея впервые принимает соревнования по вольной борьбе такого высокого уровня. В течение трех дней спортсмены будут бороться за возможность участия в первенстве Европы. На соревнования приехали 42 команды со всей России. И состязаться будут более 300 юношей в 10 весовых категориях. В этот день поддержать юных спортсменов на турнир приехали исполняющие обязанности главы республики Адыгея Мурат Кумпилов, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тидеев, главный тренер юношеской сборной России Анзор Тимботов, чемпион России по вольной и греко-римской борьбе, чемпион Европы по вольной борьбе, бронзовый призер летних олимпийских игр в Лондоне Белял Махов, депутат Государственной Думы Мурат Хасанов, член Совета Федерации от Республики Адыгея Мурат Хапсироков, серебряный призер чемпионата мира Рустам Асакалов. С приветственным словом к собравшимся обратились исполняющие обязанности главы республики Мурат Кумпилов и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. Дорогие друзья, приветствую участников и гостей всероссийского мира по вольной борьбе. Эти сессендрали попробуем назвать одним из главных событий года спортивной жизни нашей республики. Да, а другие большая честь и в то же время большая ответственность впервые принимать закрывания во вольной борьбе такого высокого роста. Вольная борьба – один из самых встречных видов борцовских состязаний. Не сомневаюсь, что эти закрывания троют нам новые имена, и вольная борьба станет популярным видом спорта среди жителей нашей республики. Тем более, что в современном году молодежи изменилось отношение спорта. Теперь это премьер среди молодых. Мы приветствуем стремление к здоровому образу жизни и стараемся делать все для развития спорта в регионе. Из года в год у нас растет численность вовлеченных занятий спортом и физической культурой. Укрепляется спортивная и материально-техническая инфраструктура и кадровая база. Все больше проводится группы классовых мероприятий и акций спортивной направленности. Нашей основной целью уже на протяжении ряда лет остается активное привлечение населения к занятиям физической культуры и спорта. Укрепление здоровья в первую очередь детей и молодежи. И достижению этих целей в полной мере способствует проведение таких мероприятий, как сегодняшний день. Я хотел бы выразить слова призначности всего всего всем, кто принимает участие в организации проведения этих сокрований и закладывает основу для будущих побед российского спорта. Отдельно хочу поблагодарить Михаила Геннадзеевича, Мамиашвили, Замбулата и Вичаа Дея. Не сомневаюсь, что турнир пройдет на высоком уровне, а участники и полежчики получат яркие впечатления. Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и, конечно же, удачи в проединках и достижениях всех поставленных целей. Удачи вам всем! Слово для приветствия предоставляется президенту Федерации спортивной борьбы России Микаилу Геннадзеевичу Мамиашвили. Спасибо, Дмитрий Геннадзеевич. Молодой господин, любитель спортивной борьбы. Хотел бы поздравить вас сначала на это прекрасное мероприятие. Сегодня на этой ковра совершенно не люди. Спортсмены сделают свои. Это первые шаги в мир великого спорта. Всего не появится возможность заявить о себе уже как спортсмен, на который творит очень простой, а команда по этому возрасту. И если они будут состоять, если они будут продолжать по-настоящему отдавать всю свою веру и все свои силы в любимую виду спорта, они смогут создаются как настоящий бассейн. Они смогут иметь возможность прославить свою родину, землю, которая их родила, висать в веках на миле своих родителей. Я хотел бы пожелать вам всех успехов. Пускай эти ковры будут для вас самыми счастливыми. Пускай шаги первые, которые вы здесь сделаете, для вас будут счастливыми. Более всего, чем сказал бы, я хотел сказать слова глубочайшего, к сожалению, о той трагедии, которая произошла в Санкт-Петербурге. Мы вместе, вся наша ботцовская огромная душа, на месте с Питерсами, вместе со всей нашей страной, с каждым невинным пиетом, мы светлые памятники. И чем сильнее мы будем, чем сплоченнее нашего внутребия, и мы все будем в караке, этого вам пожелать всем успехам. Будут счастливыми, будут здоровыми. По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в первенстве Европы среди юношей до 16 лет, которая пройдет с 17 по 22 мая в Белграде.